Каким должен быть таксист? Аккуратным в вождении, деликатным, интересным, но не навязчивым собеседником. Всеми этими качествами обладают участники регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший водитель такси-2019». Всего на автодроме автошколы ДСА в Чебоксарах состязались 13 человек. Через какие испытания прошли таксисты, узнавал наш корреспондент Рифат Фадкулен. Такси срывается с места, как будто спешит на самый важный заказ. Змейка, горка, разворот в один прием и параллельная парковка. Полоса препятствий схожа с той, что преодолевают претенденты на звание водителя. Вот только за рулем далеко не новички, но трассу совсем без помарок прошли единицы. У Артема Воронова стаж вождения 10 лет. Половину из них работает в такси. Еще один критерий мастерства – скорость. За каждый сбитый конус штрафной бал. Среди участников две девушки. Мария Петрова готова составить конкуренцию любому мужчине. И, конечно же, дорулить до победы. Пассажиры реагируют на девушку за рулем по-разному. Некоторые уважительно, наоборот, относятся и говорят, я тебя уважаю. Говорят, ты молодец. Все девушки ходят по клубам в это время. Обычно-то выходные, это у нас сейчас пик, самый такой рыбный день, скажем так. Некоторые боятся, но буквально через 100 метров они успокаиваются и видят, как я езжу нормально. Самое сложное – это стоп-линия. Потому что, во-первых, к этой машине ты не привык. Каждый на своей машине привык есть. И габариты своей машины знают хорошо. Так результаты измеряли не только в сантиметрах, но и граммах. Насколько нежен водитель к своим пассажирам, проверяют на специальном испытании. На крышу машины ставят стакан с водой всего 250 миллилитров. Чем меньше жидкости прольется на виражах, тем больше баллов заработает таксист. Поехали, стаканчик на крыше стоит, пока что. Хорошо. Отбор участников жесткий, только на этапе регистрации больше половины сошли с дистанции. К участию допускались именно те водители, которые легально занимаются деятельностью такси. У них должно быть действительное действующее разрешение на осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Значит, и отсутствие штрафов за 2019 год. Именно поэтому сегодня так, как нам кажется, мало участников, все-таки штрафов водителей много. На кону для этих водителей не чаевые, а 30 тысяч рублей и поездка в Сочи. Финал всероссийского этапа пройдет на гоночной трассе «Формула-1». Рифат Фадкулин, Валерий Резюков, Республика.